Певица, автор песен и руководитель фолк-группы Елена Гуляева пришла на избирательный участок вместе с мужем Евгением. Супруги рассказывают, все привыкли делать вместе, а сейчас участвуют в проекте «Всей семьей». Понятно, что мы прикреплены к одному участку, так как мы семья. И вы знаете, вот сейчас идет по всей России проект, называется «Всей семьей». Вот, и поэтому мы вообще с удовольствием принимаем участие в этом проекте. Вот, и, в общем-то, выполняем задания все вместе. И проголосовать мы решили прийти тоже в одно время, в один день. Гуляевы поучаствовали не только в выборах президента, но и в викторине за родное, за свое. А также в голосовании за благоустройство общественных пространств. В этом году они были не одиноки. Сергей Челноков живет рядом с Ерикпарком, поэтому решил проголосовать за него. Мужчина надеется, что эту территорию преобразят в 2025 году. Жители, по крайней мере, сами выбирают тот участок, какой им нужен. Во-первых. Во-вторых, если они его выбрали и им сделали этот участок, к нему уже совершенно другое отношение. То есть люди чувствуют свою ответственность, что это благодаря им сделали этот участок. И это их заслуга, и они уже более трепетно к нему относятся. Принять участие в выборах президента, в викторине за родное, за свое, а также проголосовать за территорию, которую благоустроят в 2025 году, можно на каждом избирательном участке до вечера воскресенья. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.